здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился здравствуйте я сейчас читаю сижу газеты ну я беру газеты такие где про документацию и иногда интересные статьи здесь бывают вот я важные такие юридические скажем так газеты читаю и вы знаете наткнулась тут на одну статью я обязательно с вами поделюсь сейчас читаю что про миллиардеров знаете миллиардеры соединенных штатов америки они в основном стали были миллиардерами потому что у них были деды и отцы и про отцы в общем все были миллиардерами они по миллионерами поэтому они стали миллиардерами некоторые такие как цукерман цукерберг и прочие они стали из-за интернета своей головой работали айтишники да следующие миллиардеры стали ну вот этот фейсбук я имею ввиду его потом которые по наследству это такие как те которые например принц саудовской аравии ну и вопрос а как же миллиардер избивший бывшего советского союза их так называют из бывшего советского союза как они стали миллиардерами там как бы стоит вопрос ну и понятно как забрав имущество которое принадлежит всем всем людям бывшего советского союза потому что раньше это все по законодательству принадлежало советским людям а значит когда распался советский союз должны были поделить между людьми в равных частях все точка допустим если продаются заводы которые строили все советские люди значит этот завод должны были делить между теми кто на нем кто в этом заводе работал кто на этом заводе работал только так никак иначе но там как бы идет такой вопрос ответ вопрос ответ и дальше доходит миллиардер дональд трамп да что он сделал он очень много построил домов построил домов построил больницы школы и сейчас он сказал что построит зал для приемов для белого дома за 100 миллионов долларов вот дальше в 2000 ну то есть миллиардер и соединенных штатов америки они очень много тратят на благотворительность в основном они работают на свою страну и строят выстраивают улицы выстраивают дома и так далее какие-то проекты у них начальте на благотворительность все это они делают взяли я знаете люблю анализировать это мое любимое упражнение читаю миллиардер роман абрамович вы его видите рядом с ним другой альша русманов тоже миллиардер посмотрите на них приобрел яхту эклипс длиной в пятьсот тридцать шесть футов около ста шестидесяти четырех метров за один миллиард долларов посмотрела я откуда же он взялся он из города саратова когда я увидела какой город саратов и какие там целые улицы улицы призраки вот это вы думаете что вы что думаете что это послевоенная украина нет нет это как внизу написали город саратов это парень идет и снимает улицу и вот напротив показывает детский сад потом он поворачивает камеру вот возле садика он поворачивает камеру и показывает вот эти вот дома и там их что пять шесть в общем подряд целый район целый район и показывает бомжей и наркоманов которые там тусуются и в общем я эту ссылочку вам внизу сейчас я ее отмечу копирую все я вам ее внизу сброшу посмотрите кому интересно по улицам саратова пройдитесь то что миллиардеры отстраивают штаты в соединенных штатов америки миллиардеры отстраивают штаты это не секрет да даже миллионеры те звезды которые получают допустим за фильм получила какую-то сумму и львиную часть тут же отдает на благотворительность кроме того они сразу стараются усыновить там детей что-то сделать и что вот эти вот и что это такое дальше а как им вообще самим сидится в их лимузинах как им ездится по улицам саратова или они вообще ну ничего святого вообще ничего святого потом читаю новость что следующую в этой же статье там написано принц из саудовской аравии аль валиид бин талал бин абдул азиз аль сауд приобрел аэробус за 400 миллионов долларов конечно он не абрамович 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 за 1 миллиард долларов он переплюнул принца вот так вот вот так вот за 1 миллиард долларов он приобрел яхту на яхте важнее кататься зачем а представьте ему бы просто при жизни памятник поставили бы если бы он саратов отстроил 1 миллиард долларов он помог из этого района покинутого такого как у нас чернобыль вот такой вот район сделать просто куколку но у нас чернобыль и дело в том что нельзя еще жить еще время распада не прошло там жить еще нельзя я уверена что когда можно будет там опять будет город сад потому что у нас нет таких городов то что я увидела саратов у нас таких городов нет я снимала на камеру и ездил и показывал вам город за городом у нас даже самый маленький городок вот взять голую пристань там у меня есть видео посмотрите просто картинка у нас просто картинка да там где идет война но война закончится и мы все отстроим и все будет в порядке и все будет так же красиво как раньше а то что я увидела в мирном городе саратове то ребята это позор это просто куда катится там жизнь я не знаю и вот я читаю дальше следующего миллиардера тоже не из соединенных штатов из саундовской аравии он аэропус за 400 миллионов долларов а его собратья мусульмане они от войны не знают куда бежать и они сломя голову бегут половина погибают в этом океане бегут в европу селятся там где попало в каких-то палатках готовы на все лишь бы их принимают христиане а он 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 им является братом мусульманин за 400 миллионов долларов он мог такой там лагерь разбить да он за 400 миллионов долларов маленький городок мог им построить и они могли бы там прекрасно жить а он приобрел аэробус но ведь он мог спокойно без аэробуса этого обойтись а помочь братьям мусульман и вот так вот где я куда не смотрю не тыкуюсь вот такое вот вижу следующего миллиардера как вы думаете откуда из мексики еще одна коррупционная страна и что он себе он приобрел себе недвижимость за 140 миллионов он раньше себе купил в монтана площадью 240 тысяч агр больше чем за 132 миллиона долларов в общем получается что только люди которые верят в бога а вы знаете что даже на американском долларе написано in god we trust что означает в бога мы верим вот благодаря тому что они все время все время жертвуют они чувствуют себя хозяевами своей стране и они хотят чтобы их страна была лучше вот я думаю в этом нам надо просто с них брать пример просто брать с них пример они как из нашего бывшего советского союза жадные мелочные посмотрите на их лица зажратые вот так вот мелочность видимо сказывается от того что все они большую часть жизни считают доходы расходы я не знаю в уме просчитать сколько украл а сколько еще не докрал но вы знаете и жизнь вот не строится посмотрела я его на его личную жизнь я имею ввиду абрамович развод с первой женой развод со второй женой развод с третьей женой и зачем ему это и ахта губастых возить будьте благословены вы и ваши близки и я еще хочу сказать одну вещь я очень рада что мы не миллиардеры наша церковь и мы смогли сложиться и приобрести шикарный дом внизу я обязательно сделаю ссылочку на этот дом и еще раз напомню сделаю ссылочку на улицу на улице Саратова кто хочет может походить погулять по ним что этот парень и мы смогли нашей церкви в том числе и я построить дом да мы строим дома и дарим их нуждающимся семьям эти дома для тех людей которые берут деток это дома семейного типа такие как бы детские дома но семейного типа где в семье живут детки и я очень рада этому что вот наши сердца вот такие вот а вот у этих вот такие вот сердца и этот Саратов это просто кошмар или я даже ссылочку вам давать не буду я вам просто скажу как называется ужасы нашего городка товарищ Саратов новости дня смотрите сегодня мертвый квартал трущобы в России ну и вы будете смотреть теперь смотрите ну я сделаю глоточек я чай пью стала читать комментарии у меня волосы дыбом просто волосы дыбом пишет Валентина Никитина она пишет брат говорил что там в автобусах фанеры окна заделали и ездит автобус нонсенс говорит вот так вот то есть автобус с заделанными окнами ездит дальше пишет отличный город в народе засратов это говорит не знаю кто живут здесь ну уже не буду дальше читать дальше пошли ну я не буду читать мат и я не буду читать это у нас весь город такой пишет другой человек полуразвалившиеся панельки следующий пишет такие это под снос что ли и я так понимаю такие дома бесполезно ограждать их заваривать всем там ну это я не поняла что он написал дальше дальше пишет почему расселены ведь не ветхие на вид и или это брак строители целый квартал это огромные средства отмытые чинушами вот это правильно женщина пишет это Валентина Никитина опять пишет вот ей видно неспокойно а люди должны жить всю жизнь в них если мой отец построил свой дом в 1957 год постройки так в нем уже три поколения живет дальше пишет отремонтировали и живут а тут что мешает это сделать лень валюша лень пьянство и вот такие вот обворовывают полностью ваши дома города ездят и покупают эклипсы вот такие вот яхты и им не стыдно что у них такие а вам валюша стыдно и ваш отец отстраивает ваш отец ремонтирует а люди которых выкормил этот город просто чихают на него с большой колокольни и это жутко и знаете еще более счастливо что я участвую в строительстве своего города города где я сейчас живу не важно родилась я здесь или нет я очень рада что я участвую в строительстве этого города и когда субботники с огромным удовольствием иду и убираю парки этого города естественно безвозмездно будьте благословенны вы и ваши близкие любите свои города не будьте мелочны благословляйте друг дружку и любите потому что только любовь спасет мир только посредством Бога будем спасены яркий тому пример Соединенные Штаты Америки пока-пока субботники субботники